Всем привет! Всем привет! Привет, кто присоединяется. Сегодня на этом канале буду я с вами. Меня зовут Юлия Бабушкина, я инструктор по моделированию и маникюру. Будем сегодня с вами моделировать. Моя большая страсть это работа с гелем. Здравствуйте, здравствуйте, Таня. Вот. И, собственно говоря, мы как раз им сегодня и поработаем. Будем с вами моделировать на нижние формы. Будем делать а-ля выкладной френч без выкладного френча. То есть это будет аквариумный дизайн и с имитацией френча. Ну, попроще. Вот. Давайте еще раз представлюсь. Меня зовут Юлия Бабушкина, я инструктор по маникюру и моделированию ногтей и творческий партнер компании Эми. Вот. Так. Пока присоединяемся. Хорошо. Люблю моделировать на нижние формы, потому что считаю, что это классика. Подходит под разные случаи. Главное понимать, как подставить форму. Это все очень легко и просто на самом деле. Сегодня вам буду показывать на себе. Вот. Поработаем с вами сегодня витражными гелями. Очень красивые витражные гели у нас. Три оттенка есть. В меру жесткие. Хорошо смешиваются между друг другом. Мы даже двумя сегодня с вами поработаем. Доброе утро. Вот. И поработаем также блестками. Новые гель-красочки у нас вышли. Так они и называются. Но по факту это очень красивые, очень качественные блестки. Разнокалиберные. У меня есть с собой здесь два вида. Здравствуйте. Вот. И я вам их тоже покажу. Чуть-чуть поработаем ими. Вот. Так. Ну, пока присоединяются. Мы не будем с вами долго... Здравствуйте, Марина. Не будем долго сегодня с вами разговаривать. Я буду вам сегодня по большей части показывать моделирование. Здравствуйте. Вот. И если вдруг у вас будут какие-то вопросы, а я не смогу на них ответить в течение эфира, но вдруг я не увижу, увлекусь или что-то еще, пожалуйста, не стесняйтесь. Задавайте их потом под эфиром в комментарии. Я, когда закончу, все просмотрю и каждому отвечу. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Пошли у нас люди. Присоединяются. Еще раз представлюсь. Меня зовут Юлия Бабушкина. Инструктор по маникюру и моделированию ногтей. Творческий партнер компании Эми. У меня в основном офлайн-курсы в городе Воронеж. Вот. А здесь буду сегодня с вами моделировать на нижние формы витражными гелями. Так. Про комментарии сказала. Если вдруг не отвечу здесь в эфире, продублируйте, пожалуйста, их в конце. Когда мы закончим, я просмотрю комментарии под эфиром и всем отвечу. Все. Я думаю, мы можем, наверное, уже начинать. Покажу вам как раз геля. Переворачиваю камеру. Все. И я немножечко сейчас ее разверну. Так. Смотрите. Все ли хорошо? Видно? Слышно? Напишите мне, пожалуйста, что все хорошо. Видно? Слышно? Виснет. Так. Смотрите. Но у меня Wi-Fi и поток очень хороший. Если вдруг у вас что-то виснет, перезайдите, пожалуйста. Вот. Скорее всего, это с вашей стороны. Немного темновато. Так. Сейчас насчет темновато будем регулировать. Света у меня здесь, в принципе, достаточно. Я сейчас постараюсь сделать так, чтобы вам было чуть-чуть видно. Так. Вот так. Нормально? Так хорошо видно? Светло? Все. Все отлично. Все хорошо. Спасибо. Так. Ага. Ага. Я поняла. Это у вас экран был темный. Все. Супер. Так. Давайте с вами посмотрим, чем мы с вами будем сегодня работать. Это три витражных геля. Чистые оттенки. Очень красивые оттенки. Давайте начнем смотреть. Наверняка уже кто-то даже пробовал. Здравствуйте. Так. Буду вам показывать. Вот такой вот розовый красивый оттенок. Очень чистые цвета, за счет чего их можно даже смешивать между собой. Это очень удобно. Так. Сейчас сразу возьму салфеточку, чтобы все это вытирать. Дальше магазин гель. Вот такой. Он, скажем так, синий, но с фиолетовым оттенком. Тоже очень красивый. Здравствуйте. Всем здравствуйте. И вот такой зеленый. Зеленый. Тоже чистый оттенок. Полупрозрачные витражные гели. Можно смешивать между собой. Подходит для наращивания, собственно говоря. Для этого они у нас и созданы. Так. И я думаю, что мы с вами как раз поработаем сегодня с зеленым и синим. Мы их будем комбинировать. И еще покажу блестки, которыми будем работать. Посмотрим, какие возьмем. Это новые гель-краски. Но по факту это блестки. И они крупнокалиберные. Даже разнокалиберные, я бы сказала. Добрый день, Галина. Вот. Здесь у меня цвет гипсофила. Посмотрите, очень красиво переливаются. Очень качественные блестки. Вот. И они внутри в витраже очень красиво смотрятся. Здесь гипсофила цвет. Он, видите, из разных цветов у нас создан. Всего пять цветов. У меня два. Я вам покажу. Пока только эти есть. И капли раз. Вот такая вот очень красивая. Тоже гель-красочка. Они в прозрачной основе. Здесь в основном голубой оттенок. И слегка такой сиреневый. Каким-то из них мы сегодня с вами поработаем. Работать будем нижними формами. Очень люблю нижние формы. Потому что считаю, во-первых, это добрый день, Ольга. Это очень экономичный способ в плане того, что нам не нужно покупать много-много-много коробочек. И под все пальчики подходит. И под все сложные случаи. Вот. Так. И также я вам сегодня покажу способ, как сделать имитацию выкладного френча. Да, выкладной френча это очень красиво. Особенно, когда с витражом. Но не всегда у нас есть на это время. Вот. Ну, некоторые, может быть, не владеют еще этой техникой. Но очень бы хотелось что-то такое красивое создавать. Вот. И вот у меня есть вот такой вот гель-лак 424. Он очень мне полюбился. Очень красивый цвет у него. Такой натуральный. И с помощью него мы как раз с вами и будем создавать имитацию выкладного френча. Так. Ну что же. Для работы самое первое, что нам понадобится, это подготовительные жидкости. Из-под подготовительных жидкостей в гелевом моделировании это прям обязательно. У нас обязательно идет nail prep. Это дегидратор. Жидкость, которая испаряется на воздухе и очень хорошо дополнительно обезжиривает ногтевую пластину. Вытягивает какие-то косметические средства, остатки, да, из-под кутикулы. Например, клиент у нас любит пользоваться кремом, лосьоном, да, маслом для кутикулы. Все это из-под кутикулы очень сложно просто обезжирить. Поэтому дегидратор нам в этом помощник. Я, кстати, пока говорю, перчатку поменяю. Я уже подготовила один пальчик, на котором как раз буду все показывать. Вот. Следующая жидкость это ультрабонд. Ультрабонд это наш двухсторонний скотч. Это сцепка между материалом и ногтем. Он тоже в гелевой системе обязателен, если мы пользуемся с вами базой от геля. Чистой гелевой базой. Это супербонд гель база. Мы все знаем, да, что мы можем под гель положить с вами базу гель-лак и базу гелевую. Кстати, не во всех фирмах есть гелевые чистые базы. Сейчас пару слов, чем они отличаются. Ну, во-первых, свойства у этих продуктов совершенно разные. Например, базы гель-лак это пористые, мягкие материалы. Например, на сухих пальчиках, на сухих ноготках они могут вытягивать влагу. Поэтому при наращивании, при моделировании гелем, при коррекции нежелательно базу гель-лак в тонкий слой даже, да, ложить под гель на сухие ноготочки. Потому что у нас начинается такая история, когда гель-лак вытягивает влагу дополнительно из сухих ноготков, да, он же пористый, и он у нас считается как бы абсорбентом. Вот, пересушивает ногтевую пластину даже в тонких слоях и начинает, знаете, как подтягиваться потом при коррекции. Это не очень удобно. Вот, гелевая база, она не пористая, но такая же эластичная. Создана специально для гелевых коррекций, для гелевых наращиваний. Она стабильная, относится по большей части к низкокислотным, не влияет на ногтевую пластину и не подтягивается при коррекции, то есть нет отслоя под нее, да, так как от гель-лаковой базы. Гель-лаковую базу, бейсгель мы в основном используем, она очень хороша для влажных ручек, в принципе, для нормальных ручек тоже хороша. Но если мы видим, что у нас вроде бы не этот слоек, мы чуть зацепили, она тянется, да, и у нас на ноготочке остается такое белесое, скажем так, пятнышко, лучше поменять базу для данного клиента именно на гелевую, супер-бонгель. Так будет стоять лучше. То есть мы подбираем базу с вами под ногтевую пластину, под тип ногтевой пластины, да. Вот, на обычную ногтевую пластину, здоровую, крепкую или влажные ручки мы можем пользоваться базой гель-лак, подытожим сейчас с вами, да. Вот, а на сухие, возрастные ручки мы лучше возьмем с вами супер-бонгель. Ну, себе я тоже уже очень давно ставлю супер-бонгель, у меня все хорошо носится, у меня ручки не влажные, можно уже сказать, скажем так, возрастные, да, поэтому я ставлю супер-бонгель. Считаю, это безопасный вариант, меньше кислоты, надежно, хорошо носится под гель, идеально. Вот, так, ну что же, я уже подготовила ноготочек, и мы с вами сейчас его обезжирим. Обезжириваем для начала евроклинсер, да, жидкостью, для снятия липкого слоя. Я сейчас, кстати, попробую, может быть, чуть-чуть поближе сделать экран, получится у меня в эфире. Ну вот, что-то... Нет, к сожалению, не получается. Но постараюсь повыше, поближе показывать, сейчас опущу. Вот так. О, отлично, чтобы вам было получше видно. Вот, и мне было поудобнее. Так, обезжирили. Теперь мы наносим с вами жидкости. Дегидратор у нас вытягивает лишнюю влагу из-под кутикулы. Да, очень хорошо его использовать также для обезжиривания очень влажных, гипергидрозных ноготочков. Дальше мы с вами будем наносить ультрабонд. И здесь есть такой момент. Смотрите, ультрабонд должен быть свежим. Обязательно вытираем при использовании горлышко, чтобы там ничего не липло. Пользуемся для ногтей только, да, скажем так, если мы его еще будем использовать на какие-то втирки, закреплять, на слайдеры, да, он очень быстро станет густым и будет непригоден для маникюра. Почему? Потому что очень густой, он может, скажем так, дать наоборот от слойки. Вот так нанесли аккуратненько и ждем примерно 30 секундочек, чтобы он у нас впитался. Вот, сохнет на воздухе. Дальше у нас суперпункт гель, база гелевая, уже про нее поговорили. Наносим тоже тонким слоем, очень близко к кутикуле и к краям. Нам нужен обязательно такой средний нормальный слой, никакой не втирающий. Хорошо прорабатываем. Я буду это делать медленно, потому что мне под камеру не очень удобно. Соответственно, я хочу, чтобы все было четко, красиво и буду вот медленно это делать. Так, нанесли очень близко к кутикуле, тонкий, но такой слой, который самовыравнивается слегка, не втирающий. Почему? Потому что нам обязательно база нужна еще и для амортизации под жесткий материал. Если мы наносим втирающими движениями, получается, да, у нас есть цепка, но нет амортизации. И ноготочки, которые очень мягкие, эластичные от природы, например, или пришел к вам клиент с перепиленной ногтевой пластиной, да, она сама по себе уже тонкая, истонченная. Вот, у нас гель, жесткий материал, начнет просто отслаиваться, потому что нет амортизации. Поэтому это должен быть обязательно средний обычный слой. Так, дальше приступаем к самому интересному. Мы с вами будем наращивать сегодня, ну, такой миндалевидный, скажем так, ноготочек. Вот, я люблю наращивать в полуарочной технике. Сегодня как раз посмотрите, как я это делаю, да, может кому-то этот способ тоже понравится. У нас есть два способа наращивания. Это классика и арочная, да, я вот выделяла какой-то такой средний момент и так делаю. Почему? Потому что мне нравится, во-первых, арочка с внутренней стороны, и во-вторых, арочные ногти, они даже миндалевидные, они выглядят более эстетично, более тонко, у них нет вот этого эс-изгиба сильного, большого, и при этом с внутренней стороны красивая арочка, и они крепче, просто потому, что у нас в зону стресса очень хорошо подкладывается материал, там у нас как раз основное укрепление, и они еще и крепкие, не столько красивые, но и крепкие. И коррекцию я тоже делаю в полуарочной технике. Так, значит, снимаем с вами форму. Я знаю, что некоторые, кто наращивает, да, они не любят наращивать в перчатках очень липкие формы, поэтому я использую очищающий антибактериальный спрей для маникюра, просто смачиваю вот так вот пальчики, и вот форма уже не так сильно липнет. Окошко я не выкидываю, я его подклеиваю вот сюда для жесткости, в принципе, как и маленькое тоже. Вот так. И теперь нам нужно, так, маленькое мне не приклеилось, потому что перчатка вся мокрая. Ну, ладно, уберем его. Так, не сильно нужно. Самый главный момент, смотрите, нам нужно форму по поперечному изгибу между двумя большими пальцами провертеть, задать ей такое движение, и вот здесь посерединочке четко по линии приломить. Не склеиваем, просто приломили. Для чего я это сделала? Для того, чтобы у нас форма уже задана трубочкой была, именно трубочкой мы подставляем под ноготочек, тогда очень хорошо она заходит. Вот, и если нам нужно где-то что-то подрезать, в ровном состоянии, если мы подносим к пальчику нашу форму, мы измеряем неверно. Только трубочкой. Почему? Потому что у ногтя тоже есть изгиб. И примерять форму, и подставлять форму с изгибом нужно обязательно. Мне здесь гипонихий не даст подставить форму, поэтому мне нужно окошко подрезать вглубь. Подрезаем вглубь окошко не по ширине нашего ложа, а по ширине нашего гипонихия. Соответственно, насколько глубоко мне нужно подрезать. Например, я примеряю, и от точки в роста, куда у меня форма должна зайти, до конца гипонихия. Вот это расстояние, это и есть глубина, которую я переношу на форму. Просто. Совсем все просто. И, соответственно, вырезаем. Но здесь я уже на глаз вырезаю, потому что мой палец родной, так скажем, и я уже знаю, где мне сколько нужно вырезать. Вот. Заходим под форму. И начинаем подрезать форму, проворачивая ее. Оп. Все вот так. Дальше. Сворачиваю трубочкой. Так. И начинаю трубочкой также под ноготочек вставлять ее. Все. Смотрите, идеально встает. Все хорошо. Главный момент у нас между формой и нашим ногтем не должно быть ступеньки, зазора, чтобы туда материал не попал. Тогда у нас подложка будет и с внутренней стороны очень красиво отрастать. И у клиента не будет шансов там поковыряться. Да, они все это любят. Поэтому мы за этим следим. Во вросты вошла, зазора, дырки нету. Даже если. Вот здесь, смотрите, маленькое расстояние у меня есть. Еще можно подрезать вглубь. И еще сюда, да, врост. У меня высокий врост, да, дотянуть. Нет, в этом необходимости. Просто потому, что у нас нет дырки здесь. Все, она хорошо вошла. Дальше. Ну, конечно же, нам ее нужно обязательно по центральной оси пальчика выровнять, да. То есть у нас линия центральной формы должна совпадать с центральной линией пальчика. Но я это сделала чуть-чуть попозже. Вот, примерно так я прикинула, что да, все правильно. Дальше. Мне нужно соединить ушки очень ровно. Это самое сложное. Даже вот на курсах у учеников, да, это самое сложное. Для этого мы с вами и подгибали вот эту вот линию, чтобы у нас уже задан был, так скажем, задана была траектория движения. Вот так, аккуратненько. Соединяю сначала центральные ушки. Так. Аккуратненько. Ой, ушла, извините. Так. Соединила. Теперь капельку соединяю, капельку вот здесь вот. Да, у меня должна быть вот здесь вот ровная, красивая капелька. Соединяю ее тоже. И под конец уже ухожу на вот эти вот ушки последние. Под пальчиком обнимаю. Так, чуть-чуть она у меня ушла. Сейчас я, оп, так сделаю. Так. И смотрите, еще момент. Как я буду устанавливать? Для полу... Нет, даже так скажу. Для наращивания салонного мы, когда наращиваем миндаль, у нас кончик, даже не кончик формы, а кончик будущего ногтя должен быть на одной линии с вростом. Да, вот как сейчас у меня. Но, когда я наращиваю в арочной технике, я буду задирать носик. Да, ну это прям арки-арки получится. У нас нет с вами такой задачи сегодня. У нас должна быть легкая арочка в миндале, поэтому я выставлю форму даже на миндаль. Сейчас прямо. То есть, мне нужно сейчас немножечко сдернуть ее, капельку совсем. Вот так. Вот. Так, чтобы у меня вот здесь вот получилась прямая, которая будет параллельно боковой оси пальчика. Вот так. Соединяю ушки. Теперь проверяю по центральной оси пальчика. Если вдруг кончик куда-то ушел у нас немножко, мы можем спокойно с вами вот так вот отодвинуть одно ушко и подтянуть в нужную нам форму. Да? То есть, в нужную нам сторону. Заговорилась. Извините. Так, и чтобы было узко. Нам же узкий, красивый миндаль нужен. Мы вот здесь вот пальчиком подзажали с одной стороны и с другой стороны подзажали. Все. И здесь у нас примерно должно быть ну по полмиллиметрика хотя бы для того, чтобы мы с вами заложили туда ребра жесткости. Все. Мы можем с вами наращивать. Сейчас я без камеры быстренько проверю. Точно у меня тут все в порядке. Ага. Все, отлично. Так. Теперь открываем наши витражные гели. Я начну с зеленого, закончу голубеньким. Вот. И где-то посередине кончика я их немножко буду подсмешивать. Кисточка какая нам понадобится? Вот такая кисточка, лепесточек. И ей мы с вами будем работать. Так, как бы мне, чтобы было... И вам видно, и мне. Вот так. Все отлично. Все отлично. Сейчас вот здесь вот поправим. Подзажмем. Видите, валики я не вырезала, потому что валики у меня достаточно узкие. Мне не нужно было это делать. Но серединку мы с вами подрезали. Понятно, как серединку подрезать всем? Понятно, объяснила, надеюсь. Так. Кладем с вами капельку. Посмотрите, какой красивый, чистый цвет. И эту капельку мы сначала с вами по периметру ноготочка распределим. Спускаем вниз. В бока я пока не лезу. Почему? Потому что гель жидковат. И он может просто стечь по бокам. А нам это не нужно. Мы будем с вами стараться... Добрый день. Так. Мы с вами будем стараться выкладывать подложку как можно точнее, тоненькую, чтобы меньше пилить. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Так, еще... А, наверное, все. На этом все. С зеленым. Я теперь возьму синий. Чуть-чуть его вот тут вот подмешаю. и потяну вниз. Прям длинненький будем делать. Прям до шестерочки. Сейчас серединочку еще я подтяну. Вот так подсмешаю. Зелененький добавлю. Такое легкое омбре у нас будет, да, чтобы интереснее было. Так, и закончу я чисто синеньким цветом. Все, мы с вами серединочку выложили. Теперь возвращаемся в бока. Так, я здесь делаю, наверное, даже попроще. Я возьму и сразу смешаю эти два цвета и бочка ими проработаю. Ну, отдельно где-нибудь я вот в крышечке смешиваю. Чуть-чуть. Нам нужно немного. И теперь дорабатываем бока. Смотрите, очень важно, чтобы у нас гель зашел на ноготочек, прикрыл в росты и возвращаемся обратно. Чуть ниже спускаем. Сейчас еще возьму побольше. Чуть ниже гель спускаем. Вот так. Ведем, ведем прямо и закругляем его сюда в кончик. Напомню, у нас полуарочная техника. Такой современный миндаль. Вот с этой стороны делаю то же самое. На ноготочек гелем и обратно следим, чтобы натеков не было, но вот эта часть была прикрыта очень хорошо. Спускаюсь вниз, веду прямо и поднимаюсь к кончику носика. Много геля не берем, потому что если много геля, значит много пилить. Вот. А у нас нет с вами такой задачи. Вот здесь вот убираю лишнее. Все. Теперь подложечку мы сушим. Чуть-чуть просушим. У меня лампа мощная. Эми из последних ламп, поэтому в принципе 30 секунд будет достаточно, и мы уже сможем это снять. С подложечки наш ноготочек, да? Вот. Мы с вами пользовались сейчас двумя витражными гелями. Это зеленый и синий. Вот такие два геля. Так, прежде чем снять форму, обязательно просмотрим бачка. Если вдруг где-то, я понимаю, что у меня тонковато, например, в боковых стенках, да, я возьму еще немножечко, даже чистый возьму сейчас зеленый, в начале, да, вот, и продублирую, продублирую еще разочек вот здесь вот, вот этот момент. С одной стороны и сейчас с другой стороны то же самое сделаем. Мы на ноготочек немножечко заходим и возвращаемся обратно на форму. Важно, чтобы у нас не было никаких бугров, натеков. Подложечка максимально тоненькая, но так, чтобы она была крепкой. Вот. Так. Здравствуйте. Все понятно, очень хорошо. И, кстати, вот я сейчас вам покажу. Смотрите, видите, у нас вот здесь вот есть небольшой провал. Все правильно. Так и должно быть. В полуарочной технике, в миндалевидной, у нас здесь будет закладываться от апекса, да, к кончику толщина. Вот в стрессовой зоне вот здесь максимальная. И это будет нашим укреплением. При этом ноготь не будет выглядеть сильно выпуклым, то есть эс-изгиб нам не надо будет сильно выпуклый делать. Так. Хорошо. Мы сюда как раз заложим с вами потом блестки. Это еще раз 30 секундочек. Я сушусь сейчас и будем снимать с формы. Так. Я не очень люблю на форме работать до конца, поэтому я вот прям снимаю и дальше работаю без нее. Так. Гели нам сейчас еще пока понадобятся. Я не убираю. Смотрите, у нас блесток два цвета. Это прям синенькие-синенькие. Сейчас еще раз покажу вам. Вот такие. Спасибо за комплимент. Хорошо разъясняю. Очень рада, что вам понятно. Так. И вот еще вот такие. Здесь разноцветные. Мне кажется, что нам все-таки больше разноцветные подойдут. Ну, есть и такие мнения. Ничего страшного. Значит, не ваш я, преподаватель. Вот. Так. Смотрите, форму я поджимаю. Но не на этом этапе, когда она тоненькая совсем, а на этапе, когда у меня уже смоделирован ноготочек. Поджать я могу либо просто пальчиками, вот так, да, либо специальными средствами. Сейчас вам покажу. Есть у нас обратные пинцеты. Да, вот такое у них действие. Ну, потом покажу, как именно поджимаем. Мы будем поджимать в любом случае. Либо же вот такие прищепки. Прищепки мы можем отправить в лампу, досушиться вместе с ногтем. Это очень удобно. Мы не теряем время на поджатие и не держим, да. Но, смотрите, короткие ногти, очень слабые, тонкие ногти, там, где легко пережать, допустим, да, я предпочитаю вот этот способ. Я его легко контролирую. Я поджала, насколько мне нужно, чтобы не пережать ногтевую пластину клиента. Это все-таки травматизация. Вот, соответственно, держу столько же, сколько у меня сушилось. То есть поджатие мы делаем примерно на 20-й секунде. 15-20 секунд будет зависеть от вашей лампы. Вот, соответственно, нам нужно дождаться, пока гель остынет, да, вот, и его зажать в такой форме, чтобы он остыл. Вот, тогда он принимает свою форму, какая нам нужна. Вот, сейчас мы не зажимали, нам это не нужно. Очень тонкая подложечка. Вот, она даже не будет держать форму. Мы это сделаем чуть позже. Что дальше делаем? Берем блестки. Я все же выберу гипсофилу. Вот эти разноцветные. Это гелевые краски, но по факту в прозрачной основе разнокалиберные блестки. Очень красивые, очень качественные. Смотрите, я сразу вам скажу, что у нас будет ложе. И это ложе будет примерно вот досюда прорисована. Поэтому я учитываю это и лишнее не кладу. Сейчас чуть-чуть вот так положу и распределю. Вот, так как у нас будет улыбка, значит, я от улыбки вот сюда закладываю блестки. Середина чуть провисшая. И опять иду вот сюда блестками. Вот так. В усики. Вот. Я не буду сейчас много-много блесток закладывать, мне это не нужно. но я плавно-плавно их сейчас вот так вот растяну вниз. Не люблю, когда все забито блестками. Люблю еще, чтобы и цвет какой-то оставался. Вот так мы сделаем с вами. Это подсушим. Буквально схватим 5 секунд. И все. И дальше мы еще раз возьмем витраж зеленый. И заполним эту часть. Так. Заполняем. И перекрываем слегка наши блестки. Сейчас нужно повозиться немножко, но как и со всеми витражами, да, когда мы делаем. Чуть-чуть побольше прям сюда положу. Подсушу немножечко. Дальше возьму еще раз синий. Чуть-чуть заходя на зеленый при смешивании получается такой очень красивый цвет морской волны. Так. И уйду опять на прозрачность синенького. Подсушу, но это еще не все. Я хочу немножечко затемнить основание, где у нас будет прорисовка нашего, ну скажем так, обратного френча. Мне нужен зеленый. Чуть-чуть побольше капельку я сейчас возьму. Вот. И чуть-чуть я возьму черного гель-лака. Капельку совсем. Это тоже чистый у нас оттенок, да, поэтому он хорошо сейчас смешается. Прям капелюшечку. Подмешаю. И вот этим более темным зеленым я подтонирую вот эту часть с блестками. Чуть-чуть подтонировали. Это будет достаточно. Все. Еще раз сушу буквально 30 секунд. Прикрываем наши цветные гели. Вот такими гелями мы с вами работали. Блестки гипсофила. Так, и еще нам кое-что с вами нужно будет. Нам нужен гель. Я, кстати, не достала его сейчас быстренько. Посмотрю, где он. Так. Нам нужен будет с вами монофаз. Прозрачный гель, который подходит и для моделирования. Вот. Всего ногтя и кончика. Очень хорошо держит арки, хорошо поджимается. Вот. И мы с вами сейчас как раз создадим архитектуру ногтя в целом. Вот. Так. Набираем небольшую капельку и делаем с вами сейчас мокрый пол. Смотрите, гель мы будем с вами наносить чуть-чуть с отступом от края нашей базы. Гель не должен заходить на границу базы или выходить за границу базы. В таком случае у нас появляются отслойки. То есть гель мы отступаем с вами от границы базы примерно на миллиметр. То есть отступ от кутикулы у нас присутствует. Миллиметр-полтора. Вот. Мокрый пол сделали. Я сейчас буду делать в два этапа. Я сейчас заполню вот это пространство, чтобы мне легче было, потому что гель тоже средней консистенции и он будет у нас, скажем так, подтекать в разные стороны. А нам не нужно, чтобы он тек в разные стороны, нам нужно, чтобы у нас было все тоненько и красиво. Поэтому я делю выкладку архитектуры на два этапа. Я создаю от, скажем так, апекса природного клиента до кончика прямую линию. Делаю его более плоским. А потом я уже второй каплей буду делать основную архитектуру. С бачков собираем материал. Нам не нужно там. Переверну сейчас. Вот так. И дотяну гель под кончиком вот это провисание. Всем видно, да? Что я делаю? Вот примерно вот так. Я вам сбоку показала. Теперь я палец переверну, потому что у меня все на бок стекло, пока я вам показывала, что я делаю. И подправлю. Почему прозрачный? Потому что у нас все-таки там будет с вами цвет. Все цветники разные. У всех, да? Какой вы выберете. Можно какой-то неоновый выбрать, еще что-то. И чтобы у нас не светился какой-то цвет витража под этим цветником, Соответственно, я делаю прозрачную архитектуру. Мне так удобнее. Так. Все. Сушу. Сушу сейчас как раз секунд 20. И мы с вами будем поджимать. Поджимать будем прищепкой. Гели, смотрите, гели пекут. Некоторые, некоторые нет. Вот то, что касается витражей, я не ощутила сейчас ничего. Легкое-легкое тепло. Но на самом деле у меня ногтевая пластина очень подвержена. То есть теплоте, вот это тепловыделение молочные пекут очень сильно мне. Так. И теперь я поджимаю. Вот таким способом. От подушечек пальцев я ставлю прищепочку. Если мне не хватает силы прищепочки, Да, в рост и не пережимаем. Я могу немножечко еще вот так вот пальчиками поддавить. Витражи, еще раз повторюсь, я не ощутила, чтобы они сейчас пекли. Даже на пол ногтя я нанесла сейчас монофаз. Он тоже не так сильно печет, в отличие от молочки. Так. И вот в таком состоянии, в принципе, я могу уже его отправить. Почему сейчас мы поджимали? Потому что толщина уже достаточно большая. И она сможет у нас как раз удержать вот это поджатие. Не поджимаем на этапе подложки, потому что подложку делаем тоненькую. Нам не нужно там много материала в подложке. Потому что потом мы перетягиваем, выстраиваем полностью архитектуру уже. И если подложка толстая, то у нас будет очень много материала. И будем долго пилить. Поэтому стараемся выкладывать все максимально на готовность. Но попилить все равно, конечно, придется в любом случае. Подложечку мы посушили 30 секунд буквально. И теперь мне нужно выстроить основную архитектуру. То есть плавный подъем от кутикулы. Небольшой изгиб создать. Вот здесь материал мне уже не нужен. Я сюда буду тянуть уже тонкий-тонкий слой. Так. Еще раз я чуть-чуть прокрашиваю. Ставлю каплю небольшую. В принципе, я еще люблю монофазом жидким пользоваться. Вот на вот этом этапе очень легко и быстро выровнять. Именно добавить дополнительный объем именно жидким. Но он у меня закончился. Поэтому не имею возможности вам показать. Будем работать обычным. Вот так. Монофаз у нас есть в двух форматах. Жидкий и средней консистенции. Жидкий у нас во флаконах с кистью. Вот. А обычный, средней консистенции, да, он у нас такой вот в баночке. Классический. Все тяну аккуратненько. Вниз. Вот кутикулу тоже собирала. Мне много там материала не нужно. Так, делаю прям медленно, потому что под камерой не очень удобно. Переворачиваю. Смотрим, что у нас здесь есть. Вот здесь немножечко. Вот он плавный подъем. И уходит вот сюда. Пока я вам показывала, да, у меня там что-то стекло на бочок, поэтому я переверну сейчас без камеры быстренько. Поправлю. Поправлю. Так, все. Особенно молочные, особенно камуфлирующие гелия, потому что у них в составе много пигмента. И этот пигмент может, скажем так, тормозить процесс просушки материала. Так, давайте еще раз с вами посмотрим, чем мы с вами сегодня пользовались. Мы подложечку делали из витражей. Взяли синенький и зелененький. Между собой их смешали. Сделали такую растяжечку. И также мы взяли новые гель-краски. У меня цвет гипсофила. Поближе покажу. Очень красивые. Прям мне не хватало каких-то блесток. Вот. Мне прям очень зашла эта коллекция. Вот пока я два взяла, к лету будет, думаю, весь ассортимент. Потому что там красивые цветные, зеленые, розовые. Очень красивые. Вот. И они как раз в лето пойдут. У нас клиенты любят на моря ездить. Дорого-богато, чтобы все блестело. Это как раз вот тот вариант. Вот. Витражи. Это прям с блестками. Уже классика. Наращивали мы с вами на нижние формы. Кстати, по поводу форм. У нас есть формы двух видов. Вот такие девяточка укороченные. И есть более длинные. До 12 единиц. Это уже когда прям арки какие-то длинные, невозможные, конкурсные. Там что-то такое наращивание. А так в основном девятка. И она очень удобна при склеивании. Вот. Чем короче, тем лучше склеивается. В плане так, чтобы у нас не оставалось никаких зазоров. Так. Теперь мы с вами обезжириваем. Опять же обезжириваем мы с вами. Опять еврокленсером. Да. Снимаем липкость соя. И будем пилить всю эту красоту. Обезжириваем. Первое, что я делаю... Ой, зашумела я что-то. Первое, что я... Так. Сейчас я прочитаю, что тут написали мне. Значит, не люблю прищепки. Мне самой себе даже больно. Смотрите, если у вас очень такая ногтевая пластина, которая мягенькая, да, то возможно, да. Поэтому я и говорю, что у нас есть приспособление двух видов. Это прищепки на мягкие, эластичные, подвижные ногти. Мы их не ставим. Потому что действительно они могут пережать очень сильно и дать травматизацию нашей ногтевой пластине. Травматизация это что? Это, возможно, анихолизис, то есть отхождение, да, ложа в процессе пережатия от ногтевой пластины. И также там может что-то завестись. Нам это не нужно. Мы с вами работаем с клиентом бережно. Поэтому у нас есть еще вот такой вариант, который мы контролируем. И то, и другое ставится обязательно от вростов. То есть трубцины вверх, да, если нам нужно только вот эту часть зажать. Если полностью, значит полностью вот так вот ставим и поджимаем. Но от вростов, то есть ниже, ниже вростов. Выше вот так вот мы никогда не ставим. Мы не пережимаем ложе. Это травматизация. Нельзя. Вот, в принципе, вот эти вот прищепки, их тоже можно контролировать, да. Вот можно зажать тоже ниже, только в свободный край. И поддерживать ушки так, чтобы они не пережали ногтевую пластину. Просто отправить в лампу мы не сможем. Нам придется держать. Держим настолько долго, насколько сушилось в лампе. Допустим, в моей лампе поджать можно даже после 15 секунд. Значит и остывает гель в таком положении для поджатия 15 секунд. Если у вас 30 секунд сушился гель и на 30 секунде вы в своей лампе, да, там уже от лампы будет зависеть, поджимаете, то и держите, получается, остывает он тоже 30 секунд. Так, интересно получается, спасибо, очень понятно объясняете. Спасибо. Отлично. Так, все, мы обезжирились с вами, про поджатие поговорили. Если не любите поджимать какими-то средствами, просто пальчиками можно, но так же мы с вами ждем, пока гель остынет. Так, все, начинаем. Начинаем, я начинаю с боковых параллелей всегда. Пилка у нас упирается в боковую параллель, выставляю я ее параллельно центральной оси пальца, да, вот, с упором в боковую часть, не воврост мы давим, да, а на бочок ногтя. Именно его нам нужно подпилить. Прямая линия. Так, с одной стороны. То же самое делаю с другой стороны. Дальше. Опил будет похож на опил арок. То есть, это как техника граненого стакана. Соответственно, теперь я пилку выставляю четко перпендикулярно ногтевой пластине, но не укладываю полностью, да, а немножечко вздернула ее. Если я полностью уложила, идя вниз, у меня траектория прям четко вниз идет. Но мне не нужно, чтобы у меня ноготь был более такой покатистый, да, это же не салонное у нас моделирование, когда у нас вниз миндаль идет, у нас полуарочная техника. Соответственно, я выставляю вот так и чуть-чуть вот вздергиваю так, чтобы у меня между кончиком и пилочкой было пространство. Тогда я иду четко ровно, и у меня получается красивая архитектура. Прямая, не вниз, не клюющий ноготь. Так, прямая линия посередине. Постепенно, постепенно спускаюсь к торцу. Да, я люблю пилить. Я считаю, что без опила красивых ногтей не сделаешь. Вот она наша прямая линия, четкая, стишки четкие, красивые. Еще немножечко попилю. И главное, если мы знаем с вами технику опила, у нас нет вот этого запиливания, да. Мы уже работаем на автомате, и, соответственно, знаем, какой этап за каким идет, и у нас это получается быстро. Пилить медленно у тех, которые не знают техники опила. Да, соответственно, им тяжело. Дальше. Вот как стояла у меня пилочка вот так, я ее точно так же и на бочок. И пилить сейчас буду, сейчас объясняю. Смотрите. Вот эти вот части, именно они дают нам с вами ширину ногтя. Вот. Я это называю верхние параллели. Соответственно, от синуса они выходят и идут до конца свободного края. И это плоскости на самом деле. Это спуски между сгибом и боковой частью пальчика. Это плоскость. Соответственно, мы ее и создаем. Точно так же. Оп. И идем. Такая же прямая линия. С одной стороны. И то же самое я сейчас буду делать с другой стороны. Так, ну, это совсем, конечно, неудобно. Здесь вам видно. То же самое я повторяю здесь. Они должны быть одинаковой ширины, одинаковые по расстоянию от центральной нашей площадки. И таким образом у нас получается с вами граненый стаканчик. Грани между этим граненым стаканчиком мы с вами будем скруглять. Я еще раз могу вернуться на боковую параллель и подпилить здесь, еще раз здесь. Уже так слегка заваливаю, сразу скругляю вот эти вот наши грани. И верхние. Можно сразу идти вот так кругом и до конца. А можно каждую отдельно. Это кому удобно. Вот, я иду каждую отдельно. Четко, ровно, до конца. Как я площадки пилила, вот точно так же я и грани тоже скругляю. И теперь вот эту. Главное, чтобы пилка у нас была перпендикулярна ногтевой пластине. То есть никаких движений наискосок не должно быть. Вот. Четко, ровно вниз идем. И теперь еще можно вот так сделать. Пилка вся прилегает у нас к ногтевой пластине. Проверяю. Так, хорошо. Вот здесь вот еще мне не нравится с этой стороны. Теперь смотрите, вот она наша ровная площадочка получилась. Плавный подъем и ровная площадка. Вот здесь вот я постольку-поскольку сейчас попилю. Если выложили хорошо, то пилить там не надо. Можно просто забафить. Так, как найти вашу страничку. В принципе, так же по фамилии и имени можно найти. Юлия Бабушкина. Я есть ВКонтакте. Вот. Творческий партнер компании Эми. Вот. Так, смотрите. Но я здесь все-таки попилю. Почему? Потому что я работаю под камеру. Выкладка у меня недостаточно тонкая. Но на клиенте у меня вот этот момент идет просто под баф. То есть мы здесь экономим время. Сейчас же. Вам удобнее классический способ попила? Некоторые без граненого стакана сейчас опиливают. Да. Есть такой момент. Но я... Дело в том, что... Почему классики? Потому что ее воспринимают ученики проще. Когда они видят какую-то четкость. А сейчас есть еще техника, когда сразу мы в круг идем, да, опиливаем. Но для учеников, которые только-только знакомятся с опилом, с моделированием или в технике укрепления гелем, да, им непонятно это. И они сносят углы. Поэтому я показываю всегда и на обучениях, и на прямых эфирах, да, чисто вот такие вот прямые линии. Техника граненого стакана, она более понятна. Когда насмотренность у человека уже, да, у ученика есть, у мастера, он уже может не применять эту технику, а идти уже более простым путем. Почему нет? Можно. Главное, чтобы у нас красивая форма была, красивая архитектура. И все на месте было, да. Так, в круг опилила. У нас, потому что здесь цвет с вами будет. Нам нужно, чтобы здесь прям очень-очень-очень все красиво было. И теперь я здесь зашлифовываю. Смотрите, теперь я подбираю нижние параллели. Выставляю нашу пилочку четко под свободный край и убираю сначала провисание. Так, чтобы наше провисание было, встало, вернее, встало после опиливания на одну линию, на одну прямую с вростом. С одной стороны и то же самое. Вот зашла прям сначала, провисание у меня идет. И потом постепенно соединяется с линией ложа. Главное не перепилить, не сдернуть. Вот это вот такой момент самый главный. Вот, если вот здесь вот есть что-то лишнее, прям вот так вот оп-оп-оп-оп на ноготочек. Угу, и с этой стороны оп-оп-оп-оп-оп. Все, вот так мы с вами сделали. Красивенький, узенький ноготочек. Теперь нам форму надо сделать, да? И так как у нас миндалевидная форма, но у нас здесь с вами арочка, что мы делаем? У нас идет прямая линия боковая. И потом у нас должен быть такой плавный к кончику взлет, небольшой. Вот, они не будут взлетными смотреться, это будет красиво. Сначала я выставляю пилочку вот так и задаю форму торцу. Так, что у меня там получается вообще? Так, сделали. Кстати, если мы смотрим с вами в торец, я вижу вот здесь вот еще толщину. Мы с вами как проверяем? Мы с вами проверяем с-изгиб и торец. По торцу мы видим, во-первых, плавно ли мы все опилили, то есть выставляем, да, центральную вот наша линия. У нас боковые линии должны быть симметричны друг к другу относительно центра. И также я смотрю на торец. Здесь у меня есть толщина лишняя. Вот сейчас я ее увидела при опиле торца. И имею возможность еще немножечко подправить. Так, смотрю, отлично, уже более симметрично. Конечно, на клиенте это будет чуть побыстрее. Потому что делаю все медленно через камеру. Не все видно мне. Так, давайте здесь немножечко. Так, теперь возвращаемся к вот этому нашему подъему. Вот она прямая линия. И подъем к кончику плавный. Вот так. И с этой стороны делаю то же самое. Плавный подъем. У нас получается с вами вот такая вот арочка. Вот такой вот ноготочек узенький. Переворачиваем, смотрим. Мне еще вот здесь хочется чуть-чуть подпилить. Вот такой вот миндалевидный получается. Так, я теперь его полностью зашлифовываю бафиком. Чтобы все было ровненько, красивенько. Особенно в бачках. Вот здесь туда цвет у нас будет ложиться, да, чтобы было все очень ровно. Так, все. И теперь я это обезжириваю. И сейчас будет магия. Для имитации выкладного френча, да, нам же ложи нужно, мы же так не оставим с вами. Мы берем цвет 424, мой любимый. Это цвет Эми, да, брендовый. Вот. И нам нужны кисточки. Сейчас покажу, какие. То есть тонкая кисть нам нужна линярочка. Я черную люблю, потому что она более эластичная. Ей хорошо прорисовывать. И та же кисть, овал, у меня четверка, которым мы выкладывали гель. Все. Вот эти две кисти нам сейчас понадобятся с вами. Также мы берем палочку апельсиновую, обезжириватель. И очень хорошо сейчас обезжириваем под кутикулой. Прям заходим туда палочкой и хорошенечко, хорошенечко все проверяем, чтобы у нас очень хорошо под кутикулу цвет лег. Так. Ставлю я небольшую сейчас капельку на ноготочек. Беру кисточку, овал. Так, с какой стороны мне подсмотреть. И... Ой, сейчас волосинка маленькая. И не то, чтобы я сейчас крашу, а задаю траекторию. Соответственно, тонкий-тонкий слой я завожу цвета и прокрашиваю под кутикулой и бачка. Теперь я переверну пальчик и задам траекторию, где у меня будет ложе. Овалом это очень хорошо сделать. Вот так. И ухожу сюда. Так, мне еще немножечко нужно взять цвета, потому что здесь не видно. Вот так. В эту сторону, да? И в эту сторону. Для тех, кто рисует френч хорошо, быстро, эта техника будет тоже легкой. Чуть-чуть, может быть, будет сложновато для тех, кто не рисует френч. Френч. Ну, я считаю, что френч это классика. У меня даже с некоторыми коллегами существует такой спор. Брать ли деньги за френч отдельно? Ну, понятное дело, что вот эта работа, это достаточно трудоемкая. И это не просто наращивание там, да? Это достаточно такое, все равно сложненько. Соответственно, стоит подороже. А вот классический френч нарисовать, я считаю, что должно быть так же, как и покрытие цветом. Входить в стоимость. Вот. Не все коллеги со мной согласны в этом. Но я считаю так. Просто они не любят рисовать френч. Вот. Так, смотрите, что делаем дальше. Мы с вами наметили. Теперь, как цветом, из флакона кистью, я прокрашиваю. Я умудряюсь это сделать вот этим цветом, прям в один слой. Вот. Потому что я знаю, что у меня лампа мощная, она просушит точно. Я подталкиваю немножечко гель-лак к кутикуле. Я большим пальчиком немного оттягиваю кожу. Прокрашиваю здесь. С другой стороны, сейчас мизинчиком оттяну, тоже прокрашиваю. Для чего сначала прокрашивали отдельной кистью. Как раз траекторию вот эту задачу, чтобы мне было легче кистью из флакона работать. Просто-напросто. А теперь мы берем с вами уже кисть-линиярку. И как мы френч рисуем с вами, да, мы подрисовываем. Так, видно вам все хорошо? Ага. Мы подрисовываем с вами линию улыбки до четкости. Я люблю, чтобы у нас улыбочка, ложа такая была вытянутая, улыбочка низко была. Поэтому я вот так вот делаю. Так. Усики подрисовываю. Если мне не хватает, я прям кисточку могу высунуть из флакона. Да, вот тут вот себе положить и прям кончиком кисточки раз туда. Так, с одной стороны сделали. И теперь смотрим, что у нас с другой. С другой здесь у нас неровненько мы сейчас это все с вами. Сначала я вот здесь вот подправлю, а потом туда вверх. Потому что если сразу вверх, то там может растечься, пока я здесь поправляю. Вот. Теперь я сюда возвращаюсь тонкой кисточкой. Подправляю. Если вам нужно где-то под кутику, то тоже тонкой кистью сейчас. Но, в принципе, это все. Вот так. Вот наша ложа. Вот наш а-ля выкладной френч. И, в принципе, одного слоя мне хватило. Еще вот я немножечко вот так подтяну. Вот здесь вот вижу темное пятнышко. А вот здесь у меня много гейлака. Я вот так вот подтяну его сюда. Все. Так, нет предела совершенства. Я сейчас увидела вот здесь немножечко. Хочется. О! Все. Идеально. Сушим. Сушим 30 секунд. Ой, моя капля копнула. Ну, ничего страшного. Так. Зебра жесткости. Полтора миллиметра. Прин, должно быть. Ребра? А! Ребра жесткости. Ребра жесткости. Да, примерно полтора миллиметра. Полтора – это нормально. Вот. Мы же с вами там, получается, во-первых, формы подставляли. Чуть-чуть заужали. У нас туда заложилось, да. И плюс мы выложили так, что у нас немножечко вот он, ну, толстоват получился. Да. И мы его еще поджали. И, получается, мы не спилили их, а мы их как бы поджали. Нормально. Все у нас хорошо получилось. То есть будет хорошо держаться. Вот. В принципе, вот что у нас получилось. Дальше. Я люблю еще вот такой вот топ-прайп. Почему? Потому что им можно подвыровнять. Сколько времени займет процедура? Ну, смотрите. Вот этот вид наращивания, в принципе, да, он займет точно столько же, сколько у вас займет обычное наращивание. Просто покрыть цветом. Вот. Я не скоростной мастер, сразу говорю. Скорости я не учу. И сама быстро не делаю. То есть вот такое наращивание у меня в зависимости от рук клиента. От двух с половиной до трех часов займет. Вот. То есть я быстро не делаю. Не спешу. Я люблю этот процесс. У меня клиентов уже не очень много. Вот. И те, которые любят посидеть. Поэтому я люблю повозиться. Так. Покрываем топом. Топ у нас прайм. Так. Немножечко мы даже имеем возможность им подвыровнять. Если у нас вот здесь вот получается ступенечка. Так. Ну вот. Видите. Я вообще, честно говоря, не понимаю вот это вот гонение за скоростью. Я убеждена, что да, может быть быстро. Но скорее всего где-то все равно будет какой-то косяк. Вот. Поэтому. Одно время меня это очень триггерило, конечно. Особенно, когда мода пошла на скорость. Но потом я подуспокоилась. Знаете, это такой момент, когда есть у вас какая-то своя ниша. И вы под нее формируете свою клиентскую базу. Вот, например, я не работаю гель-лаком. Практически сейчас в основном только гель. И я сформировала свою базу именно таким способом. У меня остались клиенты, которые любят гель, делают гель. Мы с ними на одной волне. Вот. И я кайфую от работы. Они кайфуют от того, что я делаю. И все замечательно. И я отпустила вот эти моменты по поводу, что у меня недостаточно быстро, еще что-то. Если ко мне приходит какой-то новый клиент, да, я беру иногда, когда сложные случаи какие-то я вижу, мне прям интересно. Там поднять, клюющий, исправить архитектуру. Я обожаю это. И по итогу мы задержались, и мне клиент, можно сказать, ну, мне как бы не подходит долго, но все было классно. Я не расстраиваюсь, это просто не мой клиент, а я не его мастер. Так, подвыровняли. Ну, все. Теперь я это все сушу. Вот и все. Сейчас итог мы с вами посмотрим. Вот. Раньше сидели и кайфовали клиенты. Слушайте, раньше было такое, да, вообще не было вопросов, долго, недолго. Быстро это гель-лак. А гель-лак это здоровые короткие ногти. Если вы хотите длинные, красивые, какие-то там витражные или просто исправленные архитектуры, чтобы они идеально выглядели, ну, простите, давайте посидим и дадим мастеру поработать. Вот. Сделать то, что вы хотите, да. Вот. Главное себе это принять. Вот. Чтобы вас это не триггерило, а клиенты уже подтянутся. Такие, какие нужны. Вот. Так. Ну, все, наверное, хватит. Я чуть-чуть подсушила. Так, скорость тоже не мое. Ну, и нормально, мы живем как-то. Вот. Без этой скорости. Вот. Такой у нас ноготочек получился. Все, девочки, мальчики, если кто-то был здесь, не успела просмотреть. Смотрите, если у вас остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, под эфиром можете написать их. Я просмотрю и отвечу. Хорошо? Спасибо вам большое, что вы были со мной на этом эфире. Вот. Всем хорошего дня и творческих каких-то воплощений. Если, кстати, надумаете тоже что-то такое сделать, обязательно попробуйте. Вот. И похвастайтесь в сторис, можете даже отметить Эмил официал ворд. Я посмотрю их истории, будет приятно. Пробуйте обязательно, это не так сложно, как кажется. Все. Всех целую, хорошего дня, всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...